огромный привет рада видеть вас на своем канале сегодня ко мне вернулась клиентка моя проблемная клиентка и выход мы здесь нашли на данном этапе жизни ее и моей это стекловолокно делали здесь гелевые типсы мне абсолютно не нравится с ними работать не нравится вид ногтей сделаны гелевыми типсами коротенькими длинные может и смотрятся ногти сделаны гелевыми типсами а короткие все равно они не смотрятся они толстенькие кажется бочонки все-таки гелем моделировать ногти вам на мой взгляд самый идеальный вариант относилась все в этот раз замечательно поэтому будем продолжать работает со стекловолокном но сначала нужно снять старый материал для этого включаю вытяжку убираю немного длину настолько насколько отросло старое покрытие и снимаю старый материал аккуратно не спеша но не полностью тонкий слой геля оставляю это хорошая основа для следующего покрытия то есть если этот слой держится без отслоек и дальнейший слой тоже будет хорошо держаться без отслоя главное правильно подготовить сейчас ту часть ногтя которая отросла смотрите как хорошо кто помнит эти точки в рост и смотрите как хорошо теперь они носятся ступеньки практически нет отодвигаю кутикулу открываю под кутикульный карман и пришло время маникюру фрезой прочищаю сначала прохожу по ногтю убираю остатки птилики кстати я не показала момент но обязательно нужно проработать отросшую часть пилочкой ногтя я имею ввиду нужно убрать абсолютно весь глянец с него именно тогда у вас не будет отслоек при условии конечно же выполнения чистого маникюра то есть в распушенной чешуйки ногти база лучше проникает соответственно образуется прочное сцепление которое носится без отслоек но если клиент куда-то хорошенько ногтем не ткнется но здесь длина маленькая поэтому даже если ткнется ничего страшного не произойдет как вы видите носится все без отслоек после того как я прочистил на форварде слева на реверсе справа я срезаю кантик кутикулы фрезой шар диаметр 5 миллиметров пониженные обороты пять-шесть тысяч могу немножко надавить фрезой на кожу подцепить белый кантик лентки не будет горячо а белый кантик весь очищается здесь я показываю как долго она выбирала себе в этот раз цвет это просто какой-то был кошмар минут семь-восемь точно просидели просто роюсь в этих типсах я не понимаю почему нельзя этого делать когда я снимаю старый материал выполняю маникюр на это уходит минимум полчаса то есть 40 минут почему за это время нет они сидят о чем-то мечтают о каких-то волшебных пирожках или небесных пирожках не знаю в общем 1827 мы приступаем к покрытию к слову сказать клинка пришла без 15 6 наношу грунтовочный слой каучиковой базы подготавливаю стекловолокно далее я наношу еще раз базу но уже тех местах где буду крепить стекловолокно а буду крепить его по бокам прикладываю небольшое количество стекловолокна этих ворсинок фиксирую маленькой лампой обрезаю лишнее наношу с другой стороны по боковой стенке базу и укладываю также небольшое количество стекловолокна с другой стороны теперь поправляю апельсиновой палочкой распределяю фиксирую маленькой лампой отрезаю лишнее и прихожу к следующему ногтю опять наношу базу прикладываю здесь чуть-чуть побольше беру стекловолокна потому что здесь немного больше площадь, которую нужно закрыть. Распределяю апельсиновой палочкой, фиксирую лампой. Ну и, в общем-то, такие манипуляции нужно сделать абсолютно со всеми ногтями. Да, это, возможно, где-то муторно, где-то долговато, но на самом деле мне легче так работать, чем с гелевыми типсами. Гелевые типсы мне снимать не нравится. Да и вообще, в принципе, не лежит у меня душа к работе с этим материалом. А вот гелем укрепление я просто обожаю. После того, как все ногти укреплены, кстати, укрепляла я без какого-либо опила. Поверх того, что мы налепили со стекловолокном, сразу укладывала гель. А вот теперь опиливаю и выравниваю. Сначала придаю форму свободному краю, далее убираю все лишнее снизу и прохожу пилочкой по поверхности, опиливаю ноготь как трубочку, убираю все ненужные участки, наплывы. И если где-то торчит стекловолокно, это тоже убираю. Обязательно нужно навести порядок с внутренней стороны. У клиентки очень клюют ногти. И даже при такой маленькой длине толщина открывается прилично. Потому что сам свой натуральный ноготь уходит прямо вниз. После того, как все опилено, наношу цвет. Так долго ею выбираемый. Вот такой синий с блесточками. На сегодня выбрала, перекрываю цвет топом. И на этом работа подошла к концу. Забегая вперед, скажу, что относилась просто идеально для этих рук покрытия. Тем более, что она проходила 5 недель. Просто замечательно. С такими ноготками, конечно же, лучше почаще ходить на коррекцию. Но в жизни бывают всякие ситуации. Вот такие ручки получились. Вот такой маникюрчик. Маленький, красивенький. Все-таки гелевыми типсами так не сделать. Стекловолокно в данном случае, повторюсь еще раз, на данный момент. Это лучшее решение для этих ногтей. Чтобы не было ступеней. И чтобы мне было максимум удобно и комфортно работать. Вот такое видео получилось. Вот такая моя практика, мой опыт. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, обязательно ставьте лайк. Несмотря на обилие материалов для наращивания в нейл индустрии. Все-таки гелем, сделанные ногти, они самые натурально смотрящиеся. На мой взгляд. Спасибо, что были с вами до конца. Всего доброго. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok